11 сентября 2001 года. Четыре самолета навсегда изменили Америку и весь мир. 19 человек, вооруженных канцелярскими ножами, нанесли шокирующий удар по одному из сильнейших государств в мире. Теперь следователям предстоит выяснить, как элементарная схема, основанная на недостатках службы безопасности в армии, разведке и авиации США, с многомиллиардным бюджетом, привела к столь трагическим результатам. Катастрофы не происходят просто так. Им предшествует цепочка решающих событий. Распутаем судьбоносные решения и отсчитаем последние секунды до катастрофы. Секунды до катастрофы. 11 сентября. Соединенные Штаты Америки. Нью-Йорк. База военно-воздушных сил Грифис. Секунды до катастрофы. Секунды до катастрофы. Секунды до катастрофы. Секунды до катастрофы. года. 7 утра. Америка готовится к войне. В ходе операции «Бдительный страж» будет сымитирована атака на государство извне. Мы регулярно упражняемся в противовоздушной обороне. Играем в войну, можно сказать. Полковник ВВС Боб Марр отвечает за северо-восточный сектор обороны. Это 2,5 миллиона квадратных километров в небе между Вашингтоном и Нью-Йорком на востоке и Чикаго в центральной части страны. Мы повторяем и репетируем все операции, чтобы, если нам однажды придется вступить в войну, мы были готовы. Марр не знает, какой будет сегодняшняя тренировка. Его группа должна быть готова к любой опасности для страны. В четырехстах километрах отсюда пять пассажиров уже регистрируются на рейс в аэропорту «Логан» в Бостон. У всех пятерых есть билеты на рейс номер 11 авиакомпании «Американ Айрлайнс» до Лос-Анджелеса. Троих мужчин осматривают и проверяют дополнительно, но вскоре все пятеро беспрепятственно проходят. Рейс номер 11 авиакомпании «Американ Айрлайнс» будет одним из пяти тысяч самолетов гражданской авиации, которые поднимутся в воздух в ближайший час. Бэнс Лайни отвечает за то, чтобы они не отклонялись от маршрута. Он работал авиадиспетчером 30 лет, но сегодня его первый день в должности руководителя федеральным управлением гражданской авиации. «Меня назначили управлять воздушным пространством страны. Я был счастлив в таком назначении». 7 часов 59 минут. Рейс номер 11 поднимается в небо над Бостоном. Дорога к Лос-Анджелесу лежит на запад. Пассажиров экономического класса обслуживает стюардесса Бетти Онг. Самолет наполовину пуст, так что полет должен пройти достаточно спокойно. 8 часов 2 минуты. Полковник Марк и его группа ожидают задания в рамках тренировки по противовоздушной обороне. Они не подозревают о том, что происходит на борту самолета авиакомпании «Американ Айрлайнс». Прошло 15 минут с момента взлета. «Американ Айрлайнс Бостон» вызывает Бостон, как слышите? Авиадиспетчер в Бостоне неожиданно теряет связь с самолетом. «Американ Айрлайнс Бостон» говорит «Бостон, как слышите?» Несмотря на все попытки связаться с экипажем, ответа не поступает уже 10 минут. Каждый день над Америкой пролетают тысячи рейсов, и такое случается нередко. Но в 8.24 диспетчеры слышат объявления для пассажиров самолета из кабины пилота. «Мы захватили несколько самолетов. Не шумите, и все будет хорошо. Мы возвращаемся в аэропорт». Очевидно, что сообщение предназначено только для пассажиров. Оно сразу вызывает беспокойство у авиадиспетчера в Бостоне. «Американ Рейс 11». 8.28. Бен Слайни получает отчет. «Как правило, случаи захвата самолета заканчиваются мирно и спокойно. Так что поначалу я не слишком волновался». 8.34. На борту самолета Бетти Онк в отчаянии. Наконец дозванивается в офис авиакомпании в городе Роуле, штат Северная Каролина. «Меня зовут Бетти Онк. Я стюардесса на рейсе 11. Кажется, наш самолет захватили». «Кто-нибудь может зайти в кабину пилота?» «Нет, в кабине не берут трубку. Дверь не открывается. Мы не знаем, кто зашел внутрь. Две стюардессы ранены. 8.35. Самолеты диспетчерам не отвечают. В последние несколько минут траектория движения меняется. Самолет направляется к Нью-Йорку. В управлении воздушным движением на Лонг-Айленде Дэйв Баттилия следит за сектором 42 в воздушном пространстве над Нью-Йорком. «Я думал, будет отличный день. В секторе 42 обычно спокойно. Только я сел, как позвонили из Бостона и велели обратить внимание на рейс 11 Американ Айрлайнс. Его захватили». Террористы отключили ретранслятор, так что Баттилия не знает, на какой скорости и высоте движется самолет. Он вынужден ориентироваться только по данным с радара. «Мы наблюдали за самолетом, он направлялся в сторону аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке. И я со своей траекторией. 8.38. Заволновавшись из-за отсутствия сигнала по радио, другой авиадиспетчер звонит на военную базу «Гритис». «Вам требуется военная помощь?» «Да, мы бы хотели вызвать истребители F-15». «F-15?» «Да, истребители с военной базы «Отис». «Вызов такой необычный, что о нем узнает полковник Марр». «Военные полагают, что это может быть частью тренировочного сценария, начало которого ожидает группа». «Крайне редко бывает, чтобы авиадиспетчер просил подключить военных. Обычно вызов исходит от Федерального управления гражданской авиацией. Просьба о помощи от диспетчера – вещь странная. Но Марр действует серьезно и профессионально. Мы немедленно начали действовать, оповестили базу «Отис», чтобы истребители были готовы вылететь по первому требованию. Военно-воздушная база «Отис» находится в Массачусетсе, в 250 километрах на северо-восток от Нью-Йорка. Здесь Дэйв Батилля пытается определить положение угнанного самолета в небе над Нью-Йорком и связывается с пилотами другого судна. «Смените код транспондера». Я спросил, видят ли они слева самолет рейса «Американ Айрлайнс». Мне ответили, что видели его раньше, но что сейчас его не видно. Последний раз самолет «Американ Айрлайнс» видели чуть севернее района Манхэттен в Нью-Йорке. 8.43 Стюардесса Бетти Онк на борту делает все возможное, чтобы на земле узнали о том, что происходит. Я не могу войти в кабину. Вы слышите меня? Да, да, я здесь. Вы молодец, Бетти. Сохраняйте спокойствие, хорошо? Что там происходит? Самолет опять летит неровно. Бетти, отвечайте. Бетти, вы слышите? Кажется, мы потеряли ее. 8.46 Самолет, выполняющий рейс 11 авиакомпании «Американ Айрлайнс», врезается в северную башню Всемирного торгового центра. Между 93 и 99 этажами. 8.50 Прошло 4 минуты с момента столкновения. Управление гражданской авиации Бен пока не знает, что случилось в Нью-Йорке. Мне сказали, что по СНН передают сообщение о столкновении самолета с Всемирным торговым центром. Вы бы не могли вывести новостной выпуск на экран? Это последняя новость. Сейчас на экранах весьма пугающие кадры. Это Всемирный торговый центр. Пока у нас только неподтвержденные данные. Вначале я увидел огромный пожар, и мне сразу стало ясно, что в башню не мог влететь какой-то маленький самолет. Было страшно на это смотреть. 8.51 В новостях не передавали, каким рейсом следовал самолет. Военные отправили два истребителя F-15 на поиски других пропавших самолетов. В управлении воздушным движением на Лонг-Кайленде Дэйв Баттиль обеспокоен рейсом номер 175 авиакомпании United Airlines. Самолет сменил код транспондера и тоже начал лететь, резко меняя высоту. Я посмотрел на экраны, и заметил, что в тот же момент рейс 175 начал очень быстро набирать высоту. Вот тогда мне стало страшно. Я повернулся к начальнику и сказал, что еще один самолет угнан. Девять утра. Истребители F-15 находятся больше, чем в 100 километрах отсюда и пытаются найти самолет American Airlines. И тут самолет United Airlines начинает резко снижаться. Мы увидели, что происходит, и кто-то стал вслух зачитывать высоту, на которой летит самолет. 6 тысяч километров, 4 тысячи, 2 тысячи. И вдруг кто-то крикнул, господи, там же Всемирный торговый центр внизу. Еще один, еще один самолет только что врезался в башню. Господи, он врезался в другое здание. Влетел прямо в середину и взорвался. Прямо в середину башни. В 9 часов 3 минуты самолет, следовавший рейсом 175, врезается в южную башню. Люди в Нижнем Манхэттене оквачены паникой. Кернел Боб Марр в шоке, чтобы увидеть репортные телевизионные новости. В этом моменте наша целая манхэтта изменилась. Теперь Нью-Йорк в атаке. Это не войска. Это реальная вещь. Марр отправляет истребители прямо в Манхэттен. Я приказал им спуститься ниже, если потребуется. Они должны быть в этом районе и защищать город. 9 часов 4 минуты. В управлении гражданской авиации Бен Слайне в свой первый день на должности руководителя сталкивается с серьезными трудностями. Теперь я внимательно наблюдал за всеми самолетами в небе. Я сразу отдал приказ всем самолетам оставаться на земле. Вылеты были отложены. 9 часов 5 минут. Первичная радиолокация фиксирует самолет следующий рейсом American Airlines номер 77 из Вашингтона в Лос-Анджелес. Он сильно отклонился от своего маршрута. 11 минут назад самолет начал отклоняться от своего маршрута и там отключили ретранслятор, так что связь с пилотами была нарушена. Теперь видна только траектория движения. Самолет повернул на восток. Он летит к Вашингтону. Тем временем истребители F-15 достигают Манхэттена. В это же время в 500 километрах отсюда на военно-воздушной базе Лэнгли в штате Вирджиния еще два истребителя F-16 готовятся вылететь на поиски рейса номер 11. В 9.32 самолет, следовавший рейсом 77, все еще направляются в сторону столицы. К нам поступило 11 сообщений об угоне самолета. И мы пытались разобраться, каким из них можно было верить, а каким нет. Стало ясно, что скорее всего Вашингтон будет целью атаки террористов. только в 9.36 истребители, которые находятся в 240 километрах от Вашингтона, направляют в сторону самолета Американ Айрлайнс и воздушного пространства над столицей. 9 часов 37 минут. Боже, на Ваших экранах сейчас последние кадры из Вашингтона и здание Пентагона идет дым. Главный штаб обороны страны горит. Бенс Лайни переходит к решительным мерам. Бездействовать и дальше было невозможно. Я не мог физически контролировать все самолеты, но мог посадить все самолеты, находившиеся в воздухе. Говорит Бенс Лайни из управления воздушным движением. Я отдал приказ посадить все самолеты в ближайшие аэропорты вне зависимости от их места назначения. Больше 4 тысяч самолетов в воздушном пространстве Америки начинают садиться. Это беспрецедентная мера. Конечно, я подумал, что за этот приказ меня могут потом уволить, но в тот момент это не имело значения. Самолеты снижаются и в 9.44 авиадиспетчеры замечают четвертый самолет. рейс 93 авиакомпании United Airlines. Он начинает действовать по уже знакомой схеме. Рейс United Airlines изменил маршрут и сменил код транспондера. 20 минут назад с пилотами рейса, следовавшего из Нью-Йорка в Сан-Франциско, связывались из авиакомпании, чтобы предупредить о возможном проникновении злоумышленников в кабину. 9.59. Всемирный торговый центр. Она падает! Падает! Все 110 этажей южной башни обрушиваются вниз. авиадиспетчеры пытаются понять, был ли угнан самолет, следовавший рейсом 93 авиакомпании United Airlines. Даже в такой критической ситуации оставалась возможность, что на самолете произошла авария. они пытались приземлиться в ближайшем аэропорту, а радиосвязь не работала. Слайне удается отследить самолет, когда тот начинает двигаться в сторону Вашингтона. Истребители F-16 военно-воздушных сил США отправляются охранять Вашингтон с неба. Пока мы наблюдали за рейсом 93, мы получили сообщение от пилотов самолета, который находился неподалеку, о том, что они видят клубы дыма, поднимающиеся с земли. Мы предположили, что это тот самый самолет, и что он упал в западной Пенсильвании. Всего через 20 минут самолет достиг бы Вашингтона. Все 44 пассажира и команда погибли. Это первые полученные нами кадры, данные о выживших пока не поступали. Спустя 25 минут в деловой части Манхэттена падает северная башня Всемирного торгового центра. Всего за 102 минуты в результате угона четырех самолетов погибло почти три тысячи человек. Почти сразу начинаются крупнейшие в истории Америки расследования. Контртеррористический отдел ФБР начинает тысячи ветвей расследования. Улики нужно искать в трех местах крушения. Но первый прорыв в расследовании приходит не из Манхэттена и не с места крушения самолета. Кен Максвелл один из старших агентов ФБР на Манхэттене. Мохаммед Атта, который летел на самолете Американ Айрлайн с Вейсом 11, случайно оставил свой чемодан. Вернее, его не перенесли во время пересадки в Портленде. По вещам, которые там остались, мы сразу смогли определить, что Атта играл ведущую роль в этом деле. По вещам, в чемодане тысячам спецагентов ФБР всего за 72 часа удается составить список из 19 подозреваемых в угоне самолетов. Все они связаны с заклятым врагом Соединенных Штатов Аль-Каидой и возглавляющим движение Усамой Бен Ладеном. Но как случилось, что лучшей системе безопасности в мире не удалось оказать сопротивление этой хорошо знакомой силе и предотвратить захват самолетов и его трагические последствия. Воссоздав события того дня и углубившись в расследование, мы сможем составить перечень ошибок, которые оставили Америку беззащитной перед самым страшным ударом в истории страны. Прошло немногим больше года с момента теракта. Спасибо вам, что пришли. Садитесь. Президент Джордж Буш учреждает комиссию по расследованию теракта. Сегодня я подписываю закон Конгресса, санкционирующий создание комиссии по расследованию событий, случившихся 11 сентября. Джона Фармера назначают председателем комиссии и поручают ему максимально точно изучить события того дня. Всех, кто давно работает в правоохранительных органах, глубоко потрясли события 11 сентября. Вечером того дня я даже подумал, что на самом деле случилось. Я часто задавался этим вопросом. Соединенные Штаты тратят миллиарды долларов на армию и разведку для защиты страны. Джону Фармеру предстоит решить, могли ли эти силы предотвратить действия террористов. Почти за два года до теракта наблюдатели ЦРУ в Йемене заключили, что двое из захватчиков самолетов, Аль-Мехдар и Аль-Хазми, имеют тесные связи с террористами. Телефоны семьи Мехдара прослушивались, была точно установлена связь Мехдара с Аль-Каидой, а Аль-Хазми общался с Мехдаром. Несколько месяцев спустя агенты ЦРУ обнаружили Мехдара в Дубае. Агенты проникли в его комнату в отеле. Был обнаружен визовый документ, разрешавший Мехдару свободно въезжать и выезжать из США. Через несколько дней в Куала-Лумпуре в Малайзии одного из двух подозреваемых фотографируют на собрании Аль-Каиды. В Малайзии состоялась встреча. За ними наблюдали агенты, а потом они потеряли след. До сих пор система работала успешно. ЦРУ обнаружила внешнюю угрозу для страны. Но в этот момент заговорщикам удалось обойти службу разведки США. Дело в том, что если Мехдар воспользуется визой и начнет действовать в США, им должно заняться ФБР. Но пока Мехдар не попал в Штаты, в ЦРУ не могут делиться секретной информацией по его делу с другими службами. Сферы деятельности ведомств разделены таким образом не по недосмотру, а в рамках общей стратегии. Тогда агенты разведки были отделены от агентов, занятых в правоохранительных органах. Они не обменивались друг с другом информацией. До 11 сентября информация, добытая агентами разведки, вообще не принималась во внимание в суде общей юрисдикции. В результате службы просто не делились информацией друг с другом. За 19 месяцев до терактов Аль-Мигдар и Аль-Хазми поселились в городе Сан-Диего, штат Калифорния. ЦРУ знает, что подозреваемые въехали в страну, но никто не следит за их перемещениями. Этим должны заниматься ФБР. Но там просто не знают, что эти двое находятся в США. И больше года Мигдар и Хазми свободно перемещаются по стране. Здесь кроется еще одна бюрократическая проблема. ФБР должны были знать, что в стране находятся люди, имеющие связи с Аль-Каидой. Но Мигдар и Хазми попадают в Америку без всяких осложнений. В ходе расследования обнаруживаются и другие упущенные возможности предотвратить трагедию. За три месяца до 11 сентября проходит особое собрание агентов ЦРУ и ФБР, созванное для анализа предыдущих терактов. Агенты ЦРУ показывают своим коллегам фотографии людей, связанных с Аль-Каидой. Среди них есть фотография Аль-Мигдара. ФБР просит предоставить больше информации. К большому неудовольствию агентов ФБР им не сообщают некоторых важных данных. Хотя многие осознают, что есть реальная угроза для страны, существующая система практически не позволяет бороться с террористами. Один агент ФБР написал в имейле, что когда появятся жертвы, никому не будет дела до сложных отношений ЦРУ и ФБР. Но все будут знать, что мы ничего не сделали, чтобы предотвратить трагедию. За две недели до теракта собственные источники ФБР сообщают, что существует потенциальная угроза теракта, за которым стоит Аль-Каида. И ФБР начинает собственное расследование. Мы знали, что в Аль-Каиде что-то планируют. Мы также знали, кто работает на Аль-Каиду в Америке. В США находятся два человека, точно связанных с Аль-Каидой, но в ЦРУ отказываются делиться секретными сведениями на их счет. Для ФБР это лишь одно из тысяч дел, связанных с поиском людей. Им занимается всего один агент. Аль-Мигдар и Аль-Хазми не находят. Если бы ФБР знали, что эти люди находятся в США, расследование сильно продвинулось бы вперед. 11 сентября 2001 года. За два часа до катастрофы. Пять человек регистрируются на рейс номер 11 авиакомпании American Airlines до Лос-Анджелеса. Троих останавливает, как подозрительных, система предварительной оценки пассажиров. Алгоритм опирается на такие факты, как возраст, национальность и записи о поездках, чтобы выявить потенциально опасных людей. Если система требовала для кого-то дополнительного досмотра, человеку задавали вопросы о цели его путешествия, могли спросить, что он с собой провозит, подозреваемых подозреваемых в связях с террористами. Ни одной из трех фамилий нет в особом списке нежелательных для авиаперевозок людей, подозреваемых в связях с террористами. Несколько человек заходят на борт с канцелярскими ножами в руках или в ручной кладе. Существовали предписания по длине лезвия. Если оно было короче 10 сантиметров, то нож не считался опасным оружием. За следующие 45 минут еще 14 угонщиков самолетов регистрируются на три рейса в северо-восточной части страны. Троих компьютерная система предлагает подвергнуть особой проверке. Несколько человек проносят с собой ножи и все беспрепятственно попадают на свои рейсы. Важно понимать, что меры безопасности не были рассчитаны на угонщиков, которые попытаются уничтожить самолет. Раньше террористы захватывали пассажирские самолеты, чтобы торговаться с официальными лицами, а не для того, чтобы устроить теракт. Никто не готов к атаке с воздуха. Когда террористы попали на нужный рейс, им не стоило большого труда захватить самолеты. до первого столкновения самолета с башней остается 32 минуты. Террористы начинают действовать. Если угонщики требовали впустить их в кабину, по правилам, стюардессы должны были это сделать, чтобы не подвергать риску жизни людей. И снова никто не ожидал, что в этот раз у угонщиков совсем другие планы. 19 террористов захватили 4 пассажирских самолета и превратили их в управляемые ракеты. С этого момента никакие авиакомпании и авиадиспетчеры не смогут их остановить. последняя линия обороны вооруженные силы США. Сильнейшие прекрасно оснащенные воздушные войска. Но чтобы начать операцию, они должны узнать, что существует угроза. Джон Фармер начинает проверку того, как военные занялись делом об угоне самолетов. В случае угона самолета по протоколу нужно было связаться с военными и они могли подключить истребители. По правилам авиадиспетчеры должны были связаться с операторами управления гражданской авиацией. Затем должен был состояться еще целый ряд звонков и только потом поступил бы сигнал поднять истребители в воздух. Если бы в тот день все действовали по протоколу, истребители находились бы на земле даже после того, как разбился четвертый самолет. В тот день они просто плюнули на правила. До катастрофы остается 9 минут. Пармер обнаружил, что в отличие от агентов ЦРУ и ФБР, авиадиспетчеры готовы были закрыть глаза на правила в критической ситуации. Авиадиспетчер был так встревожен, что позвонил прямо на ближайшую авиабазу в Риме, штат Нью-Йорк. Да, одну секунду. Разрешить ситуацию должен полковник Боб Мар. Первым мне позвонил оператор из Бостона, сказал, что у него проблема и нужна помощь военных. До столкновения 8 минут. Вооруженные силы оповестили, но мгновенного ответа от них не следует. Мару нужен приказ от старшего по званию, чтобы поднять истребители в воздух. Сообразительность авиадиспетчера и его адекватные действия разбиваются об армейскую бюрократию как о стенах. Я восхищаюсь им. Он проявил инициативу, при том, что его руководство и более высокие чины не были готовы взять на себя такую ответственность. Мар ожидает разрешения сверху. Через несколько минут он связывается со своим непосредственным начальником, и они решают, что дальше ждать нельзя. Приказ поднять истребители поступил из Нью-Йорка, и командующий сказал, что нельзя дальше ждать приказа от начальства. Нужно начинать. Секунды до катастрофы. Мар отдает приказ поднять два истребителя. С момента окончания холодной войны силы быстрого реагирования в стране были сильно сокращены. Постоянно готовы к обороне лишь четыре истребителя на все восточные побережья США. Ближайшие самолеты находятся на авиабазе Отис, полуостров Хейпкот, штат Массачусетс, в 250 километрах от Нью-Йорка. Когда первый самолет врезается во всемирный торговый центр, пилоты истребителей все еще ждут приказа взлететь. Истребитель F-15 поднимается с базы только через семь минут после первого столкновения. Пармир изучает, как военные реагировали на теракты, рассматривает каждое их действие. Он обнаруживает невероятные факты. Даже после того, как первый самолет влетел в Северную башню, люди, обладавшие полномочиями, еще не знали, какой это был самолет. Пусть истребители скорее летят к Нью-Йорку. Управление гражданской авиации должно освободить им дорогу. Если нам удастся найти самолет, мы его остановим. Даже если бы он все еще находился в воздухе, военные могли не обнаружить самолет Американ Эрлайнс. Военный радар был настроен на поиск потенциальных угроз вне границ страны. Гражданские самолеты не рассматривались как опасность. Пилоты истребители, которые искали пассажирский самолет, должны были ориентироваться на команды авиадиспетчеров. Требовалось сотрудничество двух очень непохожих по структуре ведомств. Здесь возникает проблема с коммуникацией. Эти два ведомства действительно не привыкли работать совместно. По некоторым телефонам нельзя было звонить по междугородной связи. Нужно было срочно связаться с массой новых людей, нам приходилось создавать новые линии связи. Девять утра. Два истребителя приближаются к Нью-Йорку. Люди все еще не представляют, какой в этот раз будет цель у угонщиков самолета. Мысль о том, что самолет мог влететь в здание была непостижимой. И мы все еще пытались обнаружить самолет. До второго столкновения осталась минута. Власти продолжают следить за сообщениями о том, что самолет, который только что разбился, летит где-то над Нью-Йорком. Мы нашли самолет American Airlines Рейс 11. Кажется, он находится к востоку от Нью-Йорка. Они думали, что нашли самолет. Радары зафиксировали его над рекой Гудзон, а потом он исчез. Истребители F-15 все еще летают над берегом в поисках самолета, который больше не существует. Второй захваченный самолет Рейс 175 United Airlines вот-вот столкнется с башнями Близнецами. По правде говоря, мы не знали, что есть еще одна проблема, пока не увидели всю сцену в выпуске последних новостей. Теперь всем ясно, что на Америку совершено нападение. В этот момент крупные политические деятели и военные должны начать активно действовать. В тот день и в последующей неделе в новостных выпусках следуют намеки на то, что мгновенно был спланирован слаженный ответ на теракт и последующие нападения фактически были предотвращены. В официальных сообщениях говорилось, что захват первых двух самолетов столкновения с Всемирным торговым центром явились полной неожиданностью. Однако вскоре все оправились от шока и в ответ на сообщение о захвате третьего самолета и о смене его курса на Вашингтон поступил приказ поднять военные истребители, но остановить этот самолет им не удалось. Было слишком поздно. В последующие несколько месяцев такими были официальные сообщения о захвате третьего самолета. Однако комиссия устанавливает, что все было совсем не так. В правительстве начинаются переговоры на разных уровнях. Президент говорит с вице-президентом Ричардом Кларком, который устраивает видеоконференции с руководителями различных ведомств. Проблема в том, что разные уровни не связывались друг с другом. не получая приказов от руководства, людям на земле остается только выполнять свой долг. Наша комиссия обнаружила, что военные вообще не получали сообщения о захвате третьего самолета. Незадолго до его столкновения с Пентагоном было сообщение о том, что самолет пропал. И еще одно сообщение, что где-то около Пентагона находился неизвестный самолет, но ничего конкретного о самолете Американ Аирлайнс, выполнявшего Рейс-77. Что касается четвертого захваченного самолета, официальные источники прямо утверждают, что власти держали ситуацию под контролем. Расследование показывает, что те, кто обладал наибольшими полномочиями, вообще не принимали никаких решений. Мне казалось, что в стране вообще никто не знает о том, что происходит. На самом деле минута опасности руководящей чины бездействовали. Страшная правда о терактах 11 сентября заключается в том, что действовали и принимали решения простые люди. Авиадиспетчеры, экипаж и пассажиры на борту захваченных самолетов. Здесь проходила последняя линия обороны. Итак, мы можем перечислить череду неудач, которые позволило произойти теракт на территории США. За год и 8 месяцев до катастрофы два человека, подозревавшихся в связях с Аль-Каидой, приезжают в Калифорнию. Между службами разведки нет установившихся отношений и обмена информацией, поэтому ФБР просто не знают, что эти люди приехали в Америку. За две недели до катастрофы ФБР начинает поиск этих людей, но уже слишком поздно. За два часа до теракта в трех аэропортах на восточном побережье США 19 террористов регистрируются на свои рейсы. Несколько из них подвергают более тщательному досмотру, но всех допускают на борт с оружием на руках. До катастрофы остается 32 минуты. Пользуя своим оружием террористы захватывают самолет Американ Аирлайнс рейс 11. До теракта 9 минут. Единственная попытка остановить террористов исходит от авиадиспетчера в Бостоне, который, забыв о правилах, связывается с военными силами напрямую. Три минуты до столкновения. Пока власти пытаются найти первый захваченный самолет, Бетти Онг пытается сообщить на землю о том, что происходит на борту, но ее собеседники ничего не предпринимают. За несколько секунд до теракта полковник Боб Мар решает рискнуть и отправляет на место два истребителя F-15 с военно-воздушной базы Отис. Слишком поздно. 8.46 Самолет American Airlines врезается в северную башню Всемирного торгового центра. Через 17 минут в 9 часов 3 минуты самолет, следовавший рейсом 175 врезается в южную башню. Самолет, следовавший рейсом 77 достигает Пентагона в 9.37 На самолете United Airlines рейс 93 террористов останавливают только смелость и решительность пассажиров и экипажа. Борьба завершается взрывом в поле недалеко от Питтсбурга в 10 часов 3 минуты. Учреждения, которые должны были защищать страну, оказались неспособны справиться с такой угрозой. Существенная информация не была передана из одного ведомства в другое. Неправильно возлагать всю вину на какое-то одно из ведомств. Они просто не обменивались информацией. Это был провал для всех ведомств, для правительства в целом. Каждому из ведомств не хватало точной информации. Мы не знали, что происходит. мы не могли сами во всем разобраться. О бесточных данных вооруженные силы не могли вовремя вмешаться. Времени не хватало. Истребители не могли сбить самолет, просто потому, что они не успевали догнать ни один из них. 11 сентября 2001 года погибло почти 3000 человек. Теракт был спланирован достаточно просто, а все наши дорогостоящие системы продемонстрировали свою несостоятельность. Поэтому это событие так шокирует. после трагических событий 11 сентября все ведомства претерпели радикальные изменения. Службы разведки начали больше сотрудничать. меры безопасности в аэропортах усилились. Все службы теперь теснее связаны друг с другом. Но нам еще предстоит узнать, все ли уроки мы извлекли из терактов и находится ли Америка в безопасности. Я считаю, что сейчас наши службы разведки работают лучше, чем раньше. Но это не значит, что мы полностью защищены от следующего нападения. Программа озвучена студией ARK TV. Текст читал Игорь Тарадайкин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok